Пятница, 8-й седмицы по Пятидесятнице, 71-е зачало Евангелия от Матфея. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Яне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Прочтенное зачало Евангелия от Матфея начинается с вопроса учеников Господа Иисусу Христу. И спросили его ученики, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Вот этот вопрос учеников ко Христу о пророке Ильи, это вопрос, который задают ученики Христовы Спасителю сразу после преображения. То есть в этой главе, в 17 главе Евангелия от Матфея, повествуется о преображении Господа Иисуса Христа. И когда Господь с учениками спускается с горы, они задают ему этот вопрос. Если посмотреть текст 17 главы, где повествуется о преображении, то там упоминается, что в момент преображения ученики увидели Спасителя вместе с Моисеем и Ильей. И, соответственно, их вопрос, с которого и начинается это зачало, и спросили ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде, это вопрос в контексте их опыта преображения, их видения на горе Фавор. Поэтому это вопрошение учеников как бы о такой ситуации. Вот мы видели тебя, Спаситель, на горе преображения, и возле тебя был Моисей и Илья. А ну как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде и все устроить? Действительно, ветхозаветные представления, они отражены и даже основаны на проществе пророка Малахии, говорят о том, что перед тем, как прийти Мессии, надлежит прийти Ильи. И, соответственно, ученики как бы ожидали, что должна быть предшествующая деятельность Ильи перед предшествием Мессии. А здесь они видят, что Илья беседует на горе преображения со Спасителем, и Спаситель беседует с Ильей. И поэтому они как бы удивляются, вопрошают, как же так, что вот мы видели только что Илью, а при этом он еще должен прийти. И Господь им дает такой ответ. Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. То есть Господь подтверждает этим своим выражением, что ожидания, которые есть в ветхозаветном Израиле, о пришествии Ильи, они должны сбыться, они имеют место быть. Потом он говорит, «Говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». Из этого текста очевидно, что Илья, который должен прийти и уже пришел, как говорит Господь, это Иоанн Креститель. Несколько раз в Священном Писании Нового Завета Иоанн Креститель называется Ильей. Эти тексты не всегда прозрачны для понимания, но если обратиться внимательно к прощенному зачалу, здесь есть такое выражение. Спаситель говорит, Илья должен прийти прежде и устроить все. И действительно, Иоанн Претеча, он приходит прежде, то есть перед, и все устраивает. И, например, Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея повествуют о деятельности Претечи, как предготавливающей пришествия Мессии. Соответственно, вот эта подготавливающая деятельность пророка, она действительно совершена Иоанном Крестителем, которого Господь и именует Ильей, который уже пришел. Но почему Господь называет Иоанна Крестителя Ильей? Почему такое наименование прилагается к Иоанну Крестителю? Во-первых, потому что для Ветхого Завета Илья – это образ яркого, пламенеющего пророка. И, соответственно, когда говорится, что Иоанн пришел в духе силы Ильи, этим как бы подчеркивается величие служения Иоанна Крестителя. Во-вторых, мы поймем значение этого наименования, то есть значение, когда имя Ильи прилагается к Иоанну Крестителю. Если вспомним, что в истории человечества не раз бывало такое, что личное имя какого-нибудь выдающегося человека потом оставало нарицательным. Например, всем известное Цезарь – это изначально имя Юлия Цезаря. Но впоследствии он был настолько почитаем, что все его и прямые, по плоти и непрямые, то есть просто по занимаемому месту включали в свою титуляцию наименование Цезарь. Или король. То есть всем известное наименование король, обозначающий главу государства, как об этом говорит этимология слова, произошло от личного имени Карла, основателя династии Каролингов и Карла Великого, который для истории Западной Европы является очень значимой фигурой. То есть имя Карл, оно трансформировалось в наименование король, которое стало носить совершенно другое значение, и из личного имени стало нарицательным. И таких практик, когда личное имя, оно становится нарицателем, дабы подчеркнуть как бы особость статуса, положения, служения, можно встретить в истории человеческой цивилизации не один раз. И когда имя Илья прикладывается к какому-нибудь из пророков, то этим как бы показывается величие служения пророка. И когда имя Ильи прикладывается к Иоанну Крестителю, показывается, что Иоанн Креститель такой великий пророк, такой великий служитель Божий, как и Илья Пророк. Вот значение этого наименования Иоанна Крестителя Ильей. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в Новолунии беснуется». В Священном Писании не раз говорится об исцелении бесноватых, разных бесноватых, но в данном зачале упоминается, что когда приводится бесноватый, то сказано, что в Новолунии беснуется. И действительно, это важное замечание, на которое обращали внимание святые отцы, экзегеты, о том, что бесноватый отрок, приведенный ко Христу, это тот вариант, когда беснование происходит в некоторые фазы Луны. Почему так? Почему именно бывает такая ситуация, когда беснование проявляется в некоторые фазы Луны? Святитель Фотии Великий в своем произведении Анфилохии толкует этот текст евангельский, вернее, это выражение про Новолуния и говорит, что бесы часто специально проявлялись в людях под какое-нибудь астрономическое событие, например, под Новолуния, для того, чтобы заставить суеверных людей еще больше верить в силу светил и тем самым упрочить их языческие наклонности. То есть бес в любое время владеет человеком. Не вот сегодня, завтра, а послезавтра он не владеет человеком. Если человек бесноватый, то бес всегда владеет человеком. Но в каких-то конкретных случаях он проявляет свою власть над человеком, подстраиваясь под какие-то астрономические фазы, в данном случае в Новолунии. И делает это для того, чтобы не просто овладеть человеком, но чтобы и окружающие, и видящие этого человека соотносили беснование с Новолунием и начинали бояться Новолуния, и начинали верить в эти языческие суеверия и практики, которые, конечно же, были известны Древнему Израилю. И, увы, и сейчас есть много тех, кто полностью верует во все эти Новолуния, Новомесяча, и тем самым придерживается языческих верований древности. Как видно из текста, когда приводит отец бесноватого отрока, то говорит, что ученики не смогли изгнать беса, не смогли исцелить его сына. И Господь говорит, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Слова о роде неверном, сказанные в этом контексте, не совсем понятно, к кому относятся. Или не относятся к самому отцу и тем свидетелям чудо, которые стояли вокруг, или даже к ученикам. Потому что ученики не смогли, по неверию их, совершить это чудо. И многие святые отцы, все-таки такие, как и блаженный Ироним Стридонский, и святитель Иоанн Златоуст, и иные, они говорят, что слова «О род неверный и развращенный» не относятся к ученикам Христовым. Эти слова относятся к отцу и относятся к книжникам и фарисеям, которые тоже стояли вокруг и смотрели, что будет происходить. Для того, чтобы понять мысль этих святых отцов, давайте обратим внимание на такую фразу отца «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Соответственно, в этих словах есть не просто констатация факта, что ученики не смогли исцелить, а есть что-то связанное с раздражением, с разочарованием, даже с негодованием. И такое часто бывает, что человек хочет чудо, желает, чтобы оно совершилось, делает какие-то действия, ничего не происходит. И тогда он высказывает некое свое негодование, показывает свое недовольство. «Вот я пришел в церковь, молился, постился, а ничего не произошло». И в этих словах не просто констатация факта, а в этих словах разочарование, в этих словах негодование, даже в этих словах отчаяние. И эти слова отца имеют именно такое значение. И поэтому дальнейшие слова Господа «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами», это слова, обращенные к тем, кто разочарован и негодует, кто не проявляет свою веру, но проявляет свое негодование, кто даже при малейшем послаблении сразу показывает, что нету навыка сильного упования, сильной надежды на Господа. И вот к ним и Господь и говорит, и слова «О род неверный и лукавый, доколе буду с вами». И в конечном итоге Господь совершает исцеление отрока и совершает по просьбе отца. Хотя отец и проявляет такое как бы негодование, Господь милует отрока, потому что Господь пришел для того, чтобы спасать, исцелять и помогать страждущему человеку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok